и снова здравствуйте всем привет и так значит вот еще такая анимация персонажа вот он курит и разговаривает с нашим персонажем вот тут наверно пауза большая будет ну ничего когда будет нормальная озвучка я думаю паузы по длине и нужно делать потому что если нормально озвучивать не получится как беглость чтение также ну вот он вроде бы нормально разговаривает там пару фраз у него есть так еще какая значит open герои сцена 10 разговор с мастер сыном сейчас посмотрим что тут получилось так вот у нас герой разговаривает такая у него речь будет тут думаю на предложение сама то 800 сколько тут у него кадров а ну-ка можно еще больше вот этих вот добавить сдублировать если значит будет чуть не попадать по разговору но это уже при монтаже будет видно так теперь нужно сделать анимацию где он слазится значит сша к возьму опять же вот эту вот анимацию только теперь зайдем пост мод тройка на нам паде так н панели можно скрин каски включить и вот эти кадры значит все удалить надо английская а и делит так разделить то значит 50 какие будем делать кадры будем по десятке делать наверное а там посмотрим уже так вот есть персонаж как он слазит со сла значит так сначала он вот эти ноги g должен поставить потом должен их как бы вот так раз подтянуть и значит здесь у него есть косточки вот эти тройка на нам паде и значит как они работают давно их не делал а ну-ка р вот стал на цепочки теперь значит что он делает немножко значит r перекручивается что еще но пока хватит а и вот первый кадр на десятке есть потом на двадцатке он должен значит перекрутить вот этот таз а ну-ка семеркам нам паде сделаем r потом r наклоняется g как бы переносится на ногу а это надо как бы поднимается так так это рука у него наверное должна докоснуться до и шака так теперь у него ключица семеркам нам паде должна р тоже перекрутиться перекрутиться должен и позвоночник а ну-ка r перекручивается и позвоночник нагинается чуть-чуть вперед ну голова само собой должна выравниться по горизонту ну как как у курицы да так и значит вот эта нога а ну-ка r должна полностью р стать на землю раз и чуть-чуть подкручиваем так это значит еще один кадр а и прописка так на тридцатом кадре он тоже что-то должен сделать так вернем вот этот тоже в исходное положение аль джи альтер так нога ставится значит таз поднимается перехиливается полностью сосла а это нога g вот так а поднимается ну-ка r даже об перекрутить ее можно и так повыше так и значит что раз он так поднимается у него так вот эта рука даже за поводью держит да ну значит поводью должна бросить и вот сюда куда-то перейти ну пока так приблизительно потом если что и подкорректировать не нашел я нигде анимации где кто-то сладит сосла так теперь что у него еще должно быть так ну наверно еще больше должен как бы наклониться вперед просто у него штамм нога я задралась и получается он как бы ну должен согнуться по любасу так английская а и прописка потом подшлифуем не вопрос и на сороковом кадре значит нога у него как нога 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 а тасс семерка на нампаде перекручивается даже у него перекручивается и нога тоже так вот а это нога у него подходит где-то вот туда на а ну-ка r r так чертая тут нахи вертел да так она кодиана там стопа и танка раз вот перекрутка и вот это все с ногой значит джи на эту ногу перепад делается потом эта рука значит джи держится за осла это рука как бы наверное ну ка р джи уводится в бок а и прописка и на пятидесятом кадре значит он должен эту ногу поставить так так это он подставляет от тасс так тасс семерка на нампаде r перекручивается еще тогда больше так и уходит значит как вот сюда р он выпрямляется джи приподнимается а и прописка а вот это теперь нога джи отставляется назад ну как был бог да семерка на нампаде r перекручивается так и сделаем какой финт чтобы его не крутить сделаем какую штуку а ну-ка так покрутить полюбасу придется так это нога тоже выкручивается и значит альт джи альт р и теперь джи персонажа ставим на место вот так вот так рука у него джи возвращается вниз так теперь вот эта кость альт джи альт р выравнивается и наверно вот это альт джи альт р так что то она не захотела сильно тогда так семерка на нампаде r выравнивается нога и что тут с ногой так нога подводится так не скольжением а вот так вот раз приподнимается так тройка на нампаде таз на ногу упор делает чуть-чуть сюда так и раз мы вот эти значит разводили колени ну нужно колени вернуть ему в исходный момент а и прописка и вот видите уже появилось скольжение не есть гуд нам нужно эту ногу вот эту ногу дописать получается тогда он ногу ставит то вот это все дело должно быть где-то тут а ну-ка control z вот так где-то да а и тогда этот кадр один делит и вот тут все равно получается скольжение так скольжение нам не надо так вот нога стоит на этом месте мы примечаем и значит эту ногу выбираем shift д кадр предыдущий и подставляем сюда так тогда это как так так какая нога у него тогда наверно вот эта нога вот здесь должна быть так она становится а и прописка так а здесь что за как а получилось промежуточный кадр убежал да значит промежуточный кадр мы добавим а по вот так куда и тогда опять же допишем поворот значит нашего таза причем поворот должен быть существенный так а ну-ка а и прописка и вот он тут зацепляет осла по идее осел должен бы чуть-чуть отойти когда он слазит он должен продвинуться но у меня так не получится сделать ну в смысле покадровки такой нет это получается чертёк как вот тут сделать но это нас коня какого-то поглядеть как они там семенят ну в принципе можно сделать так а ну-ка раз и тогда ну-ка семерка нам padi р могут эту передвигаем Двигаем, G приподнимаем. Так, тут он слазит на 60-м кадре, значит, ногу он приподнимает, колено чуть перекручивается, таз немножко уходит в бок. Так, таз выровнен, нога вот эта, R, перекручивается, а эта нога, семерка на нампаде, R, G, ставится на пол, а ну-ка, чтобы нормально поставить, так вот это тоже R. Докрутка, выравниваем, чтобы косяка не было, и значит, вот это таз подаем чуть вперед, а рука, G, вот сюда, и значит, ключица R приподнимается, и эта ключица тоже как бы приподнимается. Здесь тоже идёт перекрутка, значит, нашего позвонка, ну и чтобы нормально было, давайте как будто он, ну, рукой тоже пусть двинет. Так, и тогда, а ну-ка, а ну-ка, если его приподнять. А, и прописка. Ну, и тут можно, значит, ещё раз ногу как бы подставить, приставить, да, опа, и тогда R, таз ещё немножко подальше. Так, R перекручиваем, чё тут у нас ещё, значит, голова тоже немножко перекручена, и значит, а ну-ка, подаём чуть-чуть ко слу. Так, децилла, да, вот так, опа. А, и прописка, а ну-ка. Так, вот здесь вот мне не нравится, что это скольжение. Ну, в принципе, а как иначе, ну, я бы тоже так проскальзывал, ну, протягивал ногу. Значит, получается тут раз, а тут тогда мы ногу приподнимем, тогда таз, джинь, упор на эту ногу, а, и, и вот тогда, когда он приподнимает её, тогда он раз её поставил. Так, здесь у него получается тоже, какой косяк. Ногу поставил, он должен стоять на этой ноге, да. Рука немножко должна двигаться, а, и прописка. Так, что у нас тут с наложением двух кадров? Или один кадр? Нет, один кадр. Так, и что ещё можно сделать? Ну, где-то на 75-м теперь немножко его, нагрузку перенести на эту ногу, а эту руку тоже подтянуть и поднять. Так, теперь у нас, что есть? У нас есть пальцы. Выделяем пальцы, отключаем shift-левая кнопка мыши, кость, которая отвечает за сам, за inverse kinematic, alt-g, alt-r, делаем, распускаем наши пальцы, делаем r, чуть-чуть, значит, большое, чтобы не копырчился, подкручиваем, ну, и вот эти пальцы, если получится, чтобы не поломались, не поломаются. Значит, тогда выбираем, и вот так их чуть-чуть и друг к другу, да? Так. Ну, и подкрутим хотя бы два пальца, а ну-ка, вот такой под углом, оп. Ну, тогда и этот просится, а ну-ка. А, и прописка. А ну-ка. Что у нас получилось? Давайте затестим. Так, вот здесь он тоже передвигает ногу. Давайте, пусть он ее g приподымет, r, чуть-чуть перекрутит. Упор на эту ногу делается. А, и прописка. И тогда, оп, все нормально. Ноги ставят, все вон-то, оп, передвигается. Уже не скользит, а уже у него идет полноценная перестановка ног. Так. Смотрим, что получилось. Так, если у нас 75 кадров. Смотрим. Так, здесь у него вот, рука, видите, у него здесь проскальзывает. значит, здесь рука у него должна подняться выше. И видите, что у него тут с ключицей проблема, да? Так. Рука поднимается, и рука r перекручивается, подносится выше, значит, ноги. можно даже как бы вот так вот сделать. Прописка. смотрим со всех ракурсов, что у нас получается. Так, вот видите, что здесь у него пошло, значит, замедление. Вот она. Значит, где он ногу снимает, нам нужно это дело ускорить. я писал 30-40, значит, 50. Тут уже по 45 пошло, 70-65 нормально, да? Так, ногу он снимает до 52-го кадра. Значит, вот эти кадры переводим, значит, G. 30-й, 35-й, 40-й и ставим 45-й. здесь делаем по пятерке, а здесь делаем по десятке. И что он, получается, здесь он ногу снял, ну, здесь уже пусть в таком духе, да? А ну-ка, смотрим. вот здесь видите, что не есть гуд, вот этот кадр, вот нехорошо. Тут бы, как бы его обыграть, ну, тут бы хорошо послать в бок еще двинуть, да? Тогда было бы зашибись о том, как чуть-чуть бы обошелся, вот как бы толканул бы он его в бок тогда, Как это обыграть? Вот он зацепляет нашего осла. Так, тогда если здесь G на 50-й отвести, а на 45-м мы сейчас его вывернем еще больше тогда получается, да? так, так, а ну-ка, семерка на нам паде, R, а ну-ка, G, нога где-то тут должна стоять, так, здесь у нас что, перекрутка колена, R, нога тоже перекручивается и уводится назад, вот так вот, так, рука у нас значит, G тут поближе, наклониться ему нужно, чтобы не упасть по любасу, да? и, а ну-ка, смотрим, что нам это даст, вот, нога у него склизанула, тогда эту ногу нужно передвинуть на другое место, вот на это где-то, так, и тогда здесь он выкручивается и тут перестанавливается, ну, так еще куда ни шло, так, а лучше тогда сделать вот такой момент, вот эту ногу изначально поставить подальше, и тогда вот этот таз больше вывернуть вперед, а ну-ка, А, И, прописка, тогда выбираем вот эту ногу и ШФД ее фиксируем на одной точке, так, это, значит, ШФД и тут тоже ШФД, ну, вот она оказалась на той точке, где нам надо, так, тогда 35-й кадр, R, перекручиваем, G, немножко его придавливаем, так, семерка на нападе, еще тазовую покрутим, вот так, как-то, тогда рука G, пусть где-то тут еще побудет, локоть тоже отведем, тогда поворот корпуса делается в эту сторону, вот так, как-то, таз перекручивается, нога, что у нас с ногой, G, может даже подальше быть, да, вот здесь вот чуть-чуть обыграть как-то, ну, нормально, внешний вид вроде бы более-менее, так, вот, раз, а, и прописка, значит, это кадр G переносим на 35-й, пусть я проскочил, так, ему корпусину ногу перекрутим, колено тоже сюда, в эту сторону, а, и прописка G на 30-й кадр, так, тогда еще колено пока сюда, смотрим, где у него тут на цыпочке он становится, так, вот здесь он еще стоит на цыпочках, да, вот, так, и здесь 30-й он выравнивается, значит, на 20-м все равно еще чуть-чуть цыпочки присутствуют, вот, а потом становится мягкая нога уже потом, ну, промежуточные кадры, видите, всегда должны быть, не так, что он поднял их сразу на следующем кадре опустил, у него должен еще быть момент, где он переходный, вот эта анимация, так, что у него там, в принципе, чё, ну так и ничего, так и ничего, еще вот осу, немножко анимации по-поделать, так, и значит, раз 75-й на 80-м кадре он еще немножко тогда вбок отходит, что-то должен сделать, не так, что он слез и замер прям шиздец, так, а ну-ка, G, так, ключица опускается, значит, здесь вытягивается рука и он держит эту поводью, на поводье он тоже должен совершить движение какое-то, ну и вот у него фейс лица тоже должен, не знаю, посмотреть куда-нибудь что ли, а, и прописка, и тут значит, ну здесь можно уже взять 90-й кадр и значит, семерка на нампаде бошку ему вернуть назад, позвоночник немножко значит прогнуть, G, руку прям расслабить, опустить, ну и что еще можно сделать, ну, кослу немножко его наклонить, а голову чуть-чуть вот так вот выровнять, а и прописка, ну вот уже какие-то события, но вот что мне не нравится, что колени должны тоже события какие-то создавать, значит, это колено сюда, а и вот уже и ноги движутся, видите, незаметно, конечно, ну, есть уже какие-то движения, человек не статичен, динамичен, постоянно, даже если он просто стоит, у него постоянно что-то ходуном ходит, где-то рука дергается, но нет такого, чтобы он постоянно стоял и ничего с ним не происходило, так, так, вот больше движений, уже где-то на больших движениях можно какой-то косяк, значит, скрыть, потому что на таком количестве, значит, покадровки, в принципе, если взять правильный ракурс, вот, допустим, если вот с этого края снимать, то переступ этот будет не, ну, как, не виден точно, да, и уже какой-то косяк можно исправить, ну, как, скрыть. Если вы делаете, значит, ракурс вот сзади, да, будет, как он слазит со сла, то здесь получше нужно сделать, конечно, и вот когда он раз там со сла вот ногу ставит, да, вот так, то можно камерой подойти, допустим, к нему вот отсюда, или вот таким взять крупным планом, допустим, и скрыть ноги, и тогда раз, что он там сделал, в принципе, столь, ну, тоже настолько не важно будет, так, теперь надо руку прописать, так, рука у нас идет сюда, прописка и потом вот это тоже shift сюда, потом, да, можно, чтобы он туда чутье увел, ну, в принципе, что, вот, опа, видите, вот здесь уже не есть good, угу, так, так, ну, потом, так, еще что, можно ключицу подписать, да, так, семерка на нампаде, подписываем ключицу, ну, и эту ключицу тоже можно немножко вперед, или эту лучше назад двинуть, вот, а, и прописка, и кто у нас там еще, так, тогда shift D сюда же, так, эту тогда shift D на предыдущий, когда этот кадр один можно выбросить, английская А, его тоже нужно удалить, так, здесь у нас косяк какой, что у нас вот эта кисть руки постоянно выкручена, да, так, и прописка, так, здесь рука у нас нормально, здесь уже она не нормально, делаем shift D, но теперь нужно G переписать, чтобы она за телом шла, вот, так, так, тут теперь нам понадобится вся кисть и пальцы, да, ну, кисть можно отключить, а вот пальцы нам понадобятся, значит, ну, давайте возьмем последний shift D на 70 передвинем, и значит, shift D поставим его на 50 разбавить, чтобы разгибалась, рука там сгибалась, там, хоть что-то делала, да, так, ну, shift D на 30 так, такое дело, но теперь вот с этой надо посмотреть, что тут не так, тут вот, а ну-ка, R, тут еще больше он должен как бы наклониться, наверное, а ну-ка, R, оттетер, - а ну-ка, ну-ка ну-ка так 35 это перепишем чуть-чуть на ну-ка так вот здесь еще некрасиво да вот рука у него эту руку наверно нужно для делаю там палец на слаб положите так и вот эту ногу а ну-ка джи там подальше упа и в натяжечку еще об переписка так что там дальше так у здесь он проваливается вас лада так и как мы это обыграем ну-ка джи в бок оттянем это крупа и тогда колено вот сюда так и рука тогда чуть чуть вниз а и прописка ничего нормально так пойдете так и пойдет для анимации в принципе тому же можно ее подшлифовать если вот еще осла по анимировать чтобы он нам чуть отодвинулся там ну хотя бы не лапами хотя бы ну на лапах так чуть пошатался тоже будет прикольно можно это тоже сделать так значит пока я все не прописывают это файл сохраняю сейп ас это будет значит одиннадцатый уже файл д одиннадцатый так 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 слазится сла так есть и в принципе что у нас вот теперь есть у него где он сидит разговор у мастерсона есть разговор два варианта один значит он просто сидит значит когда с дальнего ракурса чтобы снимать куриц да чай пьет и потом с ближнего давайте еще раз посмотрим это значит у нас один сюжет герой значит вопросы задает мастерсону да потом у нас получается 10 11 это у нас шериф разговор с героем это вот он уже кружку чая поставил на низ не будем делать на это оценка кумир ставит ну сигарета сигара осталось у него в руки и вот он теперь сидит и вот такой у него булгрум бурум там типа текс будет вот руки у него там движутся все нормально насколько уж как может даже это дело сейчас уплотнить может он слишком медленно говорит он давайте посмотрим пальцы вроде нормально движется вот он закуривает выдыхает дым вроде губами нормально вводит единство что вот большие перерывы здесь ну давайте это дело исправим так выберем значит наш рик зайдем в пост мод и значит английская все нам не надо нам нужно только рот вот этот рот вот видите тут анимации нормально но сколько я сделал здесь промежуток 190 200 до большеватый пролет давайте все это дело предвинем а ну к джей 177 тэн 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 вот у него паузы нормально здесь вот тоже 220 у него уходит а здесь 230 но это нормальный пролет ну попробуем а ну ка он и тут болтает вот и тут болтает и тут но тут это скорость его должна быть да как я веду значит вот это все дело выбираем как здесь он еще курит так руку опускает а болтать начинает вот здесь уже значит выбираем вот да вот этих моментов 89 кадра и делаем с и это дело уплотняем нормально болтается нормально так пока вот это так сохранить в принципе вот теперь еще один вопрос h так control а alt h возвращаемся назад я вот хотел вот эту куртку у него значит что у нас тут с курткой если вот эту куртку скрыть вот так он будет поприкольней выглядит вроде бы дома он это ладно он там куда-то поедет этот герой едет он там все у нас на себе везет допустим у него там не седла не сумок нет вот он все на себя одел и едет в этом деле тем более через прерии там пыль вся дне на этот вот сидит пьет чай вышел с хат и я думаю лучше без пальто он будет смотреться пальто он будет уже когда куда-то ехать на коня там залазить и вот это будет получше сделаем два варианта посмотрим какой лучше так ну пока так да альт асс и файл сейф еще раз и можно теперь в следующем ролике уже все это дело скомпоновать и посмотреть какие ракурсы взять для для съемок ну вот пока такая информация все всем пока до свидания